Любое объединение в мире, любые союзы, это всегда понуждение. Не надо мечтать о какой-то свободе. Ее нет, никогда и не будет. Сегодня может существовать только государство с населением в 300 миллионов человек. Это закон экономики. Объединение – это спасение. Я согласен, что вам не хватает денег покупать наш газ. Но что мы должны делать в этой ситуации? Понимаете, что кроме вас есть еще Белоруссия, Прибалтика, Грузия, Средняя Азия. Мы с вами не являемся одним государством. Вы сами проголосили. Гравчук проголосил независимость 1 декабря 1991 года. Мы этого не хотели с вами. Вы, говорите, были объективные причины для распада СССР. Не было ни одной объективной причины. Мы с вами не достигли результатов 1990 года. Обратно в Советский Союз хотят все. Прибалтика, свободный референдум. Чехословакия, Чехия хочет обратно в Советский Блок. Она испытала НАТО, Еврозону, испытала Евросоюз. Они все объединили. И Венгрия, и Болгария. Вступление Украины в Таможенный Союз позволит ей добавить к бюджету 4 миллиарда долларов в год. Это бесплатный газ. Зачем по льготным ценам? У вас газ может быть бесплатный русский газ. А так у вас расходы одни. Так кто виноват? Мы можем договориться. Торговать можем. У вас есть многое из того, что вы можете продавать России. И за счет вырученных денег купить огромное количество русского газа. Только давайте расширять все это. 3 миллиарда мы оставляем в Турции за ее курорты. Но мы либо оставляем в Украине. То он мешает получить в России деньги за отдых в Крыму. Чего же вы там не пускаете русских? Вас давят и душат русскую культуру. Это же чудовищно. Даже русские имена запрещают. Поэтому никто вам не мешает русский язык не трогать хотя бы. Но всяческих давлений. Зачем вы издеваетесь над русскими? Язык нас обедняет. Обращаюсь к русскому и украинскому народу. Самые лучшие отношения к Украине в России. Ни одного антиукраинского мысли нет. Ни одного шага. Я хочу, чтобы так же было и на Украине. И запомните, вас никогда не примут в Евросоюз. Неужели вам приятно стоять в передней и ждать, когда вам скажут, пошли вон. Чего вы унижаете себя? Великий народ, космическая нация. Мы вместе космос с вами осваивали. И скоро полетят русские космические корабли на Луну и на Марс. А вы, понимаете, будете стоять в битбанике. Неужели для этого вы все жили вместе с нами? Поэтому подумайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова